Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 19. Вопрос 3338. Что заграничные делатели ставят себе в заслуги за прошлые десятилетия? И что считают за ошибки? И согласны ли вы с их оценкой своей деятельности? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Они ставят в себе в заслугу канонизацию царского семейства, прославление Иоанна Шанхайского, а это совершенно ничто, так как участь посмертная не им принадлежит определять, а Богу и Иегове. Значит, в этом вопросе они просто играют на невежестве тех, кто не научен Слову Божию. И многое подобное сему говорят. И вдруг за ошибку признали открытие своих приходов на территории России. А это-то и было самым важным, что они сделали. Как-то еще нигде не читал, что они раскаиваются в прошении прощения за гонение на старообрядцев их предками. Они в РПЦЗ сейчас отгребаются от самых светлых страниц своей истории. Цитата. Возможно, что принятие приходов на территории России было переходной стадии, мостом между русскими на Западе и в России. Но с другой стороны, ведь указ номер 362 патриарха Тихона и наше собственное положение не допускали основания епархий или открытия приходов в России. Также не позволяли они вмешиваться в дела Элладской церкви, имеются в виду хиротонии греческих старостильных архиереев, совершенные иерархами Русской зарубежной церкви в 1962 году. Греки-старостильники ныне разделились на многочисленные группы, не признающие ни друг друга, ни кого-либо из поместных церквей и вносящие смущения в церковную жизнь. Их хиротонии не были одобрены митрополитом Анастасием и архиерейским синодом. И только в 1969 году уже при митрополите Филарите были подтверждены. Еще цитата. Встреча с современной православной Русью может смягчить сердца этих людей и дать им видеть то радостное, светлое, обнадеживающее в церковной жизни России. В наши годы учебы в Троицкой семинарии нам, семинаристам, говорили, что барометр церковной жизни – монашество. Там, где монашество процветает, там здоровая церковная жизнь. За 15 лет патриаршества патриарха Алексея II число монастырей в России выросло в 30 раз – с 21 до свыше 600. То есть в России почти в два раза больше монастырей, нежели приходов у русской зарубежной церкви. Думается, что ни один противник прославления новомучеников, как за рубежом, так и в России в настоящее время, не может не признаться, что дело прославления было великим делом. Конец цитаты Сирахова, 15, 7 Если он и делает добро, то делает в забывчивости, и после обнаруживает зло свое. Об открытии приходов говорят как об ошибке. Имея в виду, думаю, так только Валентина Русанцева в Суздале. Он их огрел так, что они все еще не могут опомниться. У Валентина более ста приходов и много архиереев уже. И он – митрополит. Он растет, и эти исчезают. Митрополит Лавр вполне мог бы послать ему послание одобрительное с эпиграфом. Евангелие Таана, 30, 30 Ему должно расти, а мне умоляться. Если же собака не умеет лаять, то скажите, для чего она? Старожа годится только злая, годная и ночью охранять. Был пророк попами недоволен, обозвал их брелищами псами. В конуре и воздух был намолен пьяными с похмелья голосами. Пес негоден, если любит спать. Будет стан тотчас мажеводерню. Зубы бестолку, сосна раскрыта пасть. Чем же отличается от мертвых? Пес ученый мерзнет у отары. Волка чует, гонит за версту. Если и ослабнет, станет старым. Видит, что в него щенки растут. С псом надежным и хозяин цел. И в имуществе не терпит он урона. Вместе с волкодавом на волка насел. Заинтересованность здесь кровна. Как же не понять, поймет и тать, дальнюю дорогу и усадьбу объезжая. Вот пример, каким я должен стать. Стражем быть, не нежиться в пижаме. Надо б наблаять злых еретиков против троицы через стрелы оборзели. Укусить в любой момент готов и по ветру распушить их из зелья. Есть собаки злющие, как бесы. Рвут детей хозяина и кошек. На таких Господь ярлык навесил. За ограду извергов в гиену будет брошен. Берегитесь псов, предупреждал доблестный служитель Божий Павел. Он как будто ныне описал Кагал. Не побитыми тех псов и не оставил. 17 декабря 2006 год. Игнатий Лапкин